Типовые проекты квартир в многоэтажных домах обычное явление. От недостатка жилого пространства страдают особенно хрущевки. Повысить комфорт и улучшить условия проживания можно за счет сноса некоторых перегородок и смещения входов. Перепланировка однокомнатной хрущевки – непростая задача. Но масса нововведений в мире дизайна позволяет облагородить такое жилье без ущерба для несущих стен и комфорта остальных жильцов. Советские хрущевки строили из блоков, панелей, кирпича. Все дома имели ряд общих характеристик – отсутствие лифта и мусоропровода, крошечные кухни до 4,6 квадратного метра и прихожа. Жилая площадь однокомнатной квартиры – 16 квадратных метров. Даже такая малая территория для проживания обязательно имела кладовую. Особенности перепланировки. Как оформить? Внутри однокомнатной хрущевки нет несущих стен. Это позволяет смело передвигать, полностью убирать перегородки, не ставя под угрозу общее состояние здания. Пространство в них надо увеличивать и объединять, а не дробить. Также необходимо учесть, что при перепланировке изменения произойдут не только с конфигурацией помещения, но и с расположением коммуникаций. Все изменения должны обязательно быть внесены в техпаспорт. Перед тем, как проводить любые манипуляции в своей квартире с разрушением разбором стен, надо обратиться в БТИ. Необходимо сделать новый проект перепланировки и согласовать его в инспекции по надзору за переустройством. Переделка не должна ухудшить эксплуатационные характеристики дома, внешнюю архитектуру. По истечении срока на руки выдается решение, отражающее разрешение на смену обстановки или запрет. Самовольная перепланировка в многоквартирном доме влечет наложение административного штрафа. Преимущества и недостатки однокомнатной квартиры-хрущевки. Пятиэтажные хрущевки уже давно превысили отведенный им срок эксплуатации, особенно панельные варианты. Несмотря на это, они остаются на рынке недвижимости, в некоторых районах даже могут иметь цену выше, чем аналогичная квартира в новостройке. От заведомо неперспективной недвижимости не спешат избавляться. К основным достоинством такого жилья можно отнести следующие факторы. Реальная экономия на коммунальных платежах, которые рассчитываются исходя из квадратуры. Налоги на роскошь и недвижимость точно не коснутся владельцев миниатюрных квартир. Большинство хрущевок расположены в центральных районах с отличной инфраструктурой и всем необходимым для проживания семьи с ребенком. Сравнительно низкая стоимость квартир дает возможность молодым семьям делать современные ремонты, расставлять в однушке даже габаритную мебель на свое усмотрение. Недостатков у стандартных однокомнатных хрущевок очень много. Самый серьезный – давний срок строительства. Есть большой риск обвалов балконов, капитального ремонта требуют практически все козырьки над входом в подъезды, необходимо полная замена кровли. Также существенным минусом можно считать плохую шумоизоляцию. Звуки села улицы, голоса соседей будут хорошо слышны даже при закрытых окнах. Виды перепланировок. Общая площадь однокомнатной квартиры в хрущевке – 30 метров квадратных, причем жилая только 15-18 квадратных метров. Окна обычных квартир выходят на одну сторону. В угловых планировках проемы со стеклением могут располагаться на разных стенах. Небольшая квадратура и удачное расположение перегородок дает отличную возможность для внутренней перепланировки. Создать комфортные условия в однокомнатной квартире такого типа можно несколькими способами. Соединение комнаты с балконом. Основная причина, толкающая собственников подобных квартир на перепланировку, недостаток пространства. Критическую ситуацию может спасти даже пара лишних метров. Улучшить геометрию комнаты можно путем объединения ее с балконом. Такое слияние снабдит помещение новыми функциями. У широкого окна можно разместить стол, кресло для отдыха. Если в планах оборудовать детскую зону, то освободившееся место можно использовать для гардероба или стеллажа с книгами. Увеличение площади за счет присоединения балконного пространства добавит много естественного света, что улучшит микроклимат. Также обильное солнечное освещение будет способствовать значительной экономии электроэнергии. Задействование балкона поможет избавиться от множества ненужных вещей. Превращение балкона в жилую площадь позволяет применить самые смелые дизайнерские идеи. Но стоит понимать, что реализация такого проекта повлечет большие финансовые траты. Также следует учесть возможные сложности с узакониванием подобной перепланировки. Решаясь на превращение балкона в жилую площадь, необходимо понимать, что по назначению использовать его больше не получится. Придется искать новое место для сушки белья, хранение габаритных, нечасто используемых вещей. Квартира-студия. Объединяем кухню с комнатой. Один из самых популярных вариантов перепланировки предполагает совмещение в одну комнату кухни, спальни и прихожей. Такая модель пространства подойдет как для одиноких людей, так и для семей с детьми. Для комфортного проживания во втором случае необходимо продумать грамотные пути зонирования. Перепланировка санузла. Раздельный санузел в однушке забирает много ценной площади важных комнат. В миниатюрной ванне невозможно развернуться двоим людям, не говоря уже о размещении стиральной машины, корзины для грязного белья. Перечисленные элементы легко станут на свои места, если совместить ванную с туалетом, убрав широкую перегородку. Сделать санузел еще просторней, можно за счет его расширения. Перегородка с коридором сдвигается в центр комнаты, а прихожая перестает существовать как таковая. Убрав узкий ненужный коридор, можно немного увеличить кухню. На такой территории легко вместить большой стол на четыре человека, гарнитур, полки для хранения, встроенные бытовые приборы. Стиль и цветовая гамма интерьера. Планирование хрущевок, независимо от года постройки и материала дома, полностью идентичное. Расстановка мебели в них производилась по единому удобному плану. Современный дизайн маленьких квартир предполагает наличие только функциональной мебели, правильной отделки поверхностей. Все акценты должны быть расставлены максимально органично, поскольку будут бросаться в глаза одновременно. Какой бы ни был выбран стиль оформления, он не обойдется без аксессуаров. Но не стоит перегружать и без того скромную по площади квартиру элементами декора. Специалисты рекомендуют во время выбора мебели и декора пользоваться принципом, чем меньше, тем лучше. Классический вариант использования цветового решения – однотонная отделка в светлых тонах. Чтобы комната не казалась скучной, можно взять один базовый цвет, второй приглушенный, яркий, третий контрастный. В глубине комнаты размещаем яркие тона. Стены, полы, шторы, крупные предметы мебели делаем светлыми. Совмещение нескольких ярких оттенков будет выглядеть навязчиво и нелепо. Заключение. Изменить обстановку в стандартной хрущевке можно несколькими способами. Перед тем, как начать ремонт, необходимо определить, будет ли проводиться кардинальная перепланировка или достаточно зонирование. Самым сложным кажется обновление дизайна. Также стоит учесть, что любые ремонтные работы с разрушением, переносом перекрытий, должны быть согласованы с представителями жилищной инспекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok